Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Прышковский. Глава четвертая. Зажгли люстры. За широкими окнами долго и пышно горел закат. Временами не в меру громко разражался музыкой оркестр, подминая все прочие звуки, точно проносившиеся экспресс. Несколько пар танцевало. Захмелевшие мужчины глазели на немногих женщин. Но, в общем, без особого энтузиазма. Плотный, нездоровый ужин перед сном. Начальник конторы с инспектором из управления, директор базы с семью подчиненными после профсоюзного собрания. Привычка, обязанность, слабость характера. Стол их успел обрасти бутылками и закуской. А париот заказывал все подряд. Вокруг юрили какие-то назойливые типы, подходили с поднятыми бокалами, здоровались, представлялись, кланялись, жали руку, рады вас видеть, очень приятно, ваше имя хорошо знакомо, хотя лично не имел чести. Хотелось бы сказать несколько слов о вашей последней публикации. Рядом с таким светилом он казался заурядным, неприметным. Безымянный, безликий статист. Один из толпы. Сам по себе просто нуль. Никто не знал его, никто не спрашивал, кто он такой. С этой стороны ему ничто не угрожало. Можно было спокойно сидеть, присматриваться, прислушиваться и кое-что мотать себе на ус. Апариот много пил, однако на нем это не отражалось. Только лоб покрывался испариной, да голос и без того резкий становился еще более скрипучим. Хвалебные речи, расточаемые столь щедро, казалось, немало не льстили его самолюбию, но и не докучали. Все просто. Так и должно быть это в порядке вещей. В долгие разговоры профессор не пускался. На все вопросы у него имелись готовые суждения. Отрывистые, резкие, безапелляционные. Он их выбрасывал на стол, как заядлый игрок козыряет тузами. Вот вам, вот вам. Безжалостно, с азартом. Суровый дядя. Ближе к полуночи Гаттенш оживился. — К вам обращаюсь и мыслящие люди. Пора бы встать и выйти на пленэр, как призывал Жан-Жак Руссо, назад к природе. Конкретнее говоря, сие могло бы означать «ко мне домой, в мой сад, под куст Жасмина». Прочь отсюда. — И что нам там делать? А Париот, казалось, прирос к своему стулу. — А то же самое, что и здесь. — Бутылки заберем с собой, а закуску нам приготовит Вялта. — Она такую приготовит нам закуску. — Ничего-то не бывало. Вы не знаете моей жены. Она удивится. — Я думаю. — Приятно удивиться. Среди ночи поднять человека с постели. Не надо молоть чепухи. Да она, наверное, и не ложилась. Тем хуже. Возможно, даже и ждет. Уж признайтесь, что боитесь заявиться домой одни. Но Гаттенш не отступал, продолжая улещивать Апариота, суля всякие заманчивые вещи, начиная с столовьиных трелей и кончая пахтой на похмелье и утренней рыбалкой. Обстановка в ресторане становилась все более гнетущей. Мужчины обнимались, пели песни, хлопали друг друга по плечам. Потушили люстры. Официантки разносили щита. Оркестранты неспеша укладывали инструменты, однако не расходились. Гаттенш вынырнул из кухни. Ноги у него были короткие, брюки из подмятого пиджака свисали мотнёй. Ну вот, как видите, у нас есть пробки. Заткнем бутылки по карманам. Печальный брат мой, прихватите с собой минеральную воду. Самое время покинуть этот тонущий корабль. На площади было светло, небо лучилось синевой, точно подсвеченный аквариум. На фоне его чётко обозначился силуэт города с башнями, крышами, лесом, антенн. На главной улице всё ещё было людно. Флонировали парни с гитарами, вереницы девочек, одетых по-летнему, почти в чём мать родила. Довольно долго ждали автобуса. Наконец, один показался, но ехал в гараж. Гаттенш кое-как уломал водителя и довёз почти до дома. Потом пришлось петлять и прыгать по изрытой траншеями улице, проходить под развесистыми деревьями. Пахло коровником, сеном. Затаившаяся тишина караулила каждый звук. Багровое от заката небо самолёты расписали причудливыми письменами. Почему-то хотелось ступать бесшумно и тихо. И ещё ни с того ни с сего хотелось покатиться со смеху. Точно всё это было забавной игрой, по условиям которой сначала полагалось краситься на цыпочках, а затем разразиться громогласным бравурным весельем. «Вот мы и дома!» — сказал Гаттенш, отворяя калитку. «Так что?» — спросил Апариот. «Может, сразу нам подняться на сеновал?» «На сеновал или в сад, как вам будет угодно. Только сначала заглянем в дом, надо разбудить жену. Что бы ни случилось, Гаттенш на суде, мы покажем вашу пользу». «Для Велды это будет приятным сюрпризом. Такие гости бывают не каждый день, и уж тем более не каждую ночь. Всё беру на себя, я свою жену знаю». Тесная, завешанная одеждой прихожая, душная кухня, сонные мухи на белом кафере, сепаратор, кастрюли, чайники, кувшины. На верёвке сушатся лоскуты марли. Из соседней комнаты донёсся старушечий голос. «Гаттенша-то, а ты? Прикрой дверь, в глаза Андре тут светишь». «Да-да, один момент, всё будет в соответствии с мировыми стандартами». «Лично мне бояться нечего, моя жизнь застрахована. Острел опориот». «Ну, а нам не привыкать. Десантники принимают бой в любых обстоятельствах, куда бы их ни сбросили, хоть в кратер вулкана». Это отдавало фанфаронству, но слова сами срывались с языка. Хотелось говорить, рассказывать, привлекать к себе внимание. За стеной послышался другой женский голос, сонный, ворчливый. Заплакал ребёнок и долго не мог успокоиться. На спинке стула висели чулки, ещё какие-то интимные принадлежности. Он осёкся на полусловия. Восторг как-то сразу испарился. Не стоило сюда заходить. То, что он видел и слышал, казалось слишком обнажённым. Не для постороннего глаза. Такое чувство, как будто после беспечного вольного плавания тебя швырнули в неуютный и тесный садок. Не хватало воздуха. Розовый абажур отбрасывал вязкий багровый свет. Окно задёрнуто глухой занавеской. Детская коляска. Старомодный письменный стол. Одну из стен занимал стеллаж с книгами. Изрядно смущённый показался Гатниш с хлебом, луком и миской топлёного сала. — Вилта немного устала, но это дело не меняет. Чувствуйте себя как дома. — Тссс! — опоред, угрожающе поднял палец. — Тише, горлопан! Без скандалов! — Не обращайте внимания впервые, что ли? — Мы даем отсюда! — Вдруг он замер. Неужто почудилось? Верить глазам? Или он до того набрался, что ему мерещится всякая чертовщина? На письменном столе в подставке для писем между всяких бумажек была заложена фотография Марики Виттани из той же серии, что лежала у него в кармане. Он подошел поближе, пригнулся. Сомнений быть не могло. Она... — Что вас там заинтересовало? — спросил Гаттенш. — Хм. Вот эта фотография. Вы ее знаете? — Вынужден знать. Ничего не поделаешь. — Как вас понять? — Только того не хватало, чтобы я не знал своей свояченицы. — Как ее звать? — Марика! — Желаете познакомиться? Место жениха пока остается вакантным. — А мне казалось, у нее уже кто-то есть. — Само собой есть! Но, по-моему, она из тех девиц, у кого всегда кто-то должен быть в резерве. К тому же особо музыкальная. — Вот как? — Поет в квартете, играет на гитаре. — Где она живет? — О, да я вижу, вы очень практичны. — Но тут ее слабое место. Квартиры, к сожалению, нет. — И я имел в виду адрес. — Вот чего не знаю, того не знаю. Но будьте спокойны. Утром к завтраку она будет здесь. Сможете познакомиться. — Собирайтесь поживее! — потеряв терпение, сказал опорет. — Летние ночи, как жизнь! Коротки! В саду под кронами деревьев густели застывшие тени. Подошел лохматый пес. Задышал, зафыркал, заюлил вокруг. — Дальше, дальше! — увлекал их за собой Гаттенш. — Лучше всего сейчас под кустом жасмина. — Стакан у нас один. Жажду утоляем по очереди. Пошли по первому кругу. Каспар! — Спасибо, — сказал он. — Прошу прощения, но я должен уйти. Все было прекрасно. — Уйти! — это слово опорет произнес по складам. — Куда же? — В город. — В рандову? Сейчас? Среди ночи? — Да, ничего не поделаешь. Важное дело. Хорошо, что вспомнил. — Гаттенш выпучил глаза. — Как писал один ладгальский классик, я, верно, немножечко глуп. — Хоть, увидите, это никак не укладывается в голове. — Свою глупость незачем рекламировать, — обрубил опорет. — Непостоянство — типичная черта молодежи. С этим пока ничего не поделаешь. — Конечно, на веревке вас здесь никто не держит. — Я потрясен. Жаль, брат мой, жаль, очень жаль. — Сокрушительный удар по всей конструкции. Может, важное это дело до утра потерпит? — Нет. — он упрямо стоял на своем. — Я должен уйти. Хорошо, что вспомнил. — Ну, раз должен, значит, должен. Не будем отговаривать, — сказал опорет. — С молоду все сумасшедшие. И мы ведь когда-то были молодыми. Пускай идет на все четыре стороны. — Откуда взялась эта дурацкая мысль? Вранье более глупое трудно придумать. И потом эта поспешность, почти граничащая с паникой, должно быть, со стороны он был похож на лунатика. И все же сейчас самый подходящий момент, чтобы уйти. Встретиться с Марикой в присутствии опориода. Этого недоставало. Откровенно говоря, он мог себя поздравить. Ему еще раз повезло. Или не повезло. Пока трудно судить. Смотря по тому, как все обернется. История слишком запутана. А главное, чем дальше, тем запутаннее. В то, что письма писались всерьез, он ни минуты не сомневался. Но почему тогда Марико прикинулось, что ей ничего не известно? А если она и в самом деле не писала, тогда кто же писал? Он шел по шоссе в ту сторону, где над купами деревьев, точно ракета на старте, вздымался шпиль старой кирхи. В тишине однообразно шуршал под ногами асфальт. Кое-где на лугах белесыми пластами лежал туман. И все же ночь казалась зеленоватой. И здесь пахло сеном. А, вот, наконец, пошли заборы и калитки. Показалась луна большая, багровая. Интересно, который час? Куда он идет? Вокзал открыт всю ночь. А что, если зарыться в сток сена? Он зевнул. Ужасно хотелось спать. В общем-то, он наполовину уже спал. Спал на ходу, как во время больших маневров.